Школа Покера Посмотрели, какое влияние оказывает величина стека игрока Посмотрели противостояние прикупных и готовых рук И даже такие ставки, как удар по воздуху Рейс, ререйс, чекрейс Прошлись по замедленному розыгрышу А теперь рассмотрим такой специфический прием, как отложенный рейс И теперь я хочу пригласить за стол своих студентов Здравствуйте Напомню, мы когда-то проходили такой прием, как чекрейс Это специфический прием розыгрыша сильной комбинации Один из вариантов этого розыгрыша – это отложенный рейс Это и будет темой нашего сегодняшнего занятия Наталь, смотрите У вас, например, в руке две четверки Вы за шляковым Не очень сильная рука Но на флопе вам неожиданно пришла такая карта, например Четверка, двойка и какая-нибудь там, не знаю, девятка То есть вы полагаете, что ваша рука сейчас самая сильная из всех Вы бьете даже двух тузов, двух королей, вряд ли Ну, две девятки только Но вы полагаете, что их, скорее всего, нет И действительно вероятность этого крайне мала Вы хотите выиграть как можно больше у ваших оппонентов И обманным образом говорите чек Показываете, что у вас нету никаких ценностей в карте Игрок, ваш противник, ставит ставку И вы можете сыграть чек-рейс То есть сразу же увеличить И тем самым вы еще и обнаруживаете силу вашей руки То есть если у него ничего нет И он просто решил украсть у вас на каких-нибудь там Туз-10, Туз-король, даму-валет, мало ли что у него может быть То есть большой вероятностью ничего нет Но вы его практически выгоняете из банка То есть чек-рейс ведет к захвату как минимум этой одной ставки Которую он ставит И дальше вы рассматриваете план розыгрыша В зависимости от действия оппонента Но чаще всего это будет пас Есть альтернатива этому чек-рейсу Это так называемый отложенный розыгрыш То есть вы знаете, что вы будете ставить Чтобы не пришло, открылась какая-нибудь карта И вы говорите банк Ну или делаете какую-то ставку Которая, ну не важно что Туз, король, вы не смотрите на стол Просто ставите Тем самым вы его окончательно запутываете Если чек-рейс достаточно стандартный прием И многими используемый на сильных руках То дилейт-рейс сразу преследует две цели Он делает то же самое, что чек-рейс Только, во-первых, позволяет оппоненту купить еще одну карту Во-вторых, сбивает его с толку То есть вот, собственно, весь смысл этого приема Я предлагаю нам решить пару задачек А потом играть И для того, чтобы как только встретятся такие ситуации Чтобы мы могли искать возможности употребления этого дилейт-рейса В реальной жизни Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok